Один раз под корень, другой раз по листу, под корень, по листу. Опрыскали от вредителей, опрыскали от болезней, пролили, порезали, опрыскали, порезали, пролили. И вот так всегда. А вот так размножается красота. А вы как это делаете? Только рассказывайте. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Вероника. Вы на канале Весна в саду. И сегодняшнее видео для чайников. Нет, друзья, я никого не хочу оскорбить. Я сама недавно чайником была, вот только стала кастрюлей. А теперь без шуток. Мне в комментарии написали. Вероника, снимите, пожалуйста, видео для чайников. Как ухаживать за пеларгонией в течение года и чем она питается. И я выполняю вашу просьбу. Сегодня поговорим о том, чем кормить пеларгонию от нуля до года. Поехали! Итак, друзья, рождаются мои черенки вот в такой смеси. Здесь у меня торфосмесь, песок, речной, мытый и перлит. Речной мытый песок выглядит вот так. Если кто-то не знает, обратите внимание, как он выглядит. Он такой светлый. Тут есть мелкие-мелкие камушки всякие, гранитные. Галька мелкая. И вот даже вот такие есть камни. Но я его тоже сею. Я сею все эти ингредиенты. Я сею песок, сею торф и сею перлит. Потому что перлит у нас тоже, как видите, у него разная фракция. Я его сею для черенков. И получается у меня вот такая мелкая фракция. Все это увлажняю. Увлажняю вот до такой степени. Что если мы будем вот так зажимать, то будет капать. Многие меня спрашивают, как называется торфосмесь. Не могу говорить, потому что сама еще в поиске лучшей смеси. И бюджетнее, и получше. Поэтому не могу говорить. Сегодня я укореняю в одной смеси, завтра в другой. Поэтому когда определюсь, тогда поделюсь обязательно с вами. Укореняем мы обычно в сентябре месяц. В сентябре месяце формируется маточник. И поэтому в сентябре мы черенкуем. Плюс-минус я говорю для своей полосы. Говорю, как делаю лично я. Это мой опыт. Я им с вами делюсь. Итак, укоренился наш черенок. Вот, посмотрите, видите? Он укоренился, дал такие корешки. Это черенок 12 ноября был укоренен. Это у меня Ред Пандора 8 был укоренен. Посмотрите, тоже появились только-только первые корешки. На этом этапе, когда только-только появились первые корешки, я даю им подкормку по листу. Формулы 15, 30, 15. Для черенков 15 азота, 30 фосфора, 15 калия. Дальше будем пересаживать. Пересаживаем мы в 200-граммовых. Как мы пересаживаем, когда мы пересаживаем. На моем канале есть ролик. Можете пройти по ссылке и посмотреть его. Так, пересаживаем. При пересадке в 200-граммовый стакан мы проливаем под корень. Этой же подкормкой только разбавляем полдозы. Полдозы. Так, пролили под корень. Дальше черенки здесь живут, опять же, пока не оплетут весь земляной ком. И мы их пересаживаем. Это получается у нас, если 3 недели он тут сидит, это почти месяц, весь сентябрь сидит, например, черенок в таком стаканчике. В октябре мы его пересаживаем. В октябре пересаживаем. Мы его покормили. Весь октябрь будет он здесь сидеть. Сидит весь октябрь в таком объеме. Потом мы его пересаживаем вот в такой объем, в такой горшок пересаживаем. Это у нас сентябрь-октябрь. Это уже у нас ноябрь месяц. Ноябрь. Когда мы его пересаживаем уже в такой горшочек 0,5, он уже у нас с хорошими корнями. Поэтому мы его уже кормим под корень формулой 18, 18, 18 и микроэлементы. Это универсальная формула. И он здесь у нас теперь сидит до февраля месяца при условии, что у вас прохладно, будет черенок развиваться. Мы периодически будем смотреть раз в месяц где-то корни ему. Вот он хорошо, надземная часть у него хорошо развита, а вот корни мы сейчас с вами глянем. Я взяла первый черенок, который попался мне под руку. Вот посмотрите, корни у него хорошие, но еще не оплели весь ком. Видите, по кругу они не идут, поэтому он еще у меня будет здесь сидеть. Но этот черенок у меня посажен раньше остальных, он большой, поэтому не все черенки одного возраста. Это самый старший черенок. Так, и где-то в феврале мы будем формировать черенок. Где мы отрежем? Мы срежем его. Вот посмотрите, видите, здесь почка проснулась. Это юбочки вот эти вот, я их так называю, не знаю, как они называются. Если посмотрим, здесь почка проснулась. Видите, вот тут проснулась. И мы вот здесь над этой почкой и срежем его. Вот так макушку срежем. Это мы укореним эту часть. А здесь будет развиваться вот эта почка, вот эта почка. И может быть даже отсюда выйдут какие-нибудь новые почки. Сейчас я вам покажу, как пеларгония дает новые растишки из земли. Вот так, друзья, пеларгония увеличивает куст после формировки. Посмотрите, абсолютно рядом. Это не черенок, это не я его высадила. Это росток от корня. Так что пеларгония еще дает вот такие росточки от корня. Не обязательно только от стебля. Не только эти почки просыпаются. Поэтому, когда вы говорите, ой, мало оставили, надо было резать над пятым, шестым, седьмым листом. Слишком мало срезали. Вот я вам показываю наглядно, что здесь было срезано где-то сантиметра три. И вот проснулась почка от корня. Я научно не знаю, как это объяснить, но я вам показываю свой опыт и то, что у меня есть. Поэтому, если мы будем резать, как говорят, формировать над пятым, шестым листом, вот первый лист, второй лист, третий, пятый, это у нас что за, извините меня, конь получится. Итак, друзья, после того, как в феврале мы формируем черенок, то часть, которая осталась в земле, ну часть, которая осталась в горшочке, мы проливаем формулой 25-10. Первое число должно быть больше остальных двух чисел. Вот так, потому что первое число это у нас азот, и он у нас ответственен за зеленую массу, за вегетативную массу. Мы немножечко подкармливаем азотом, и тогда кустик у нас, то, что остался с двумя листочками, вот эти почки начнут быстрее расти и развиваться. А вот эту часть, если вы ее укореняете, ее уже подкармливаете, как вот этих маленьких. Это уже идет у нас второй цикл жизни. Итак, дальше покормили мы, это мы срезали в феврале, в марте мы кормим, как я сказала, 25-10. Дальше кустик развился, кустик у нас весь развитый. Начал уже давать, например, как вот в моем случае, да, только это у меня маточник, но я вам показываю, чтобы вы видели. Начал давать уже вот такие бутоны. Мы кормили его один раз только формулой для повышения вегетативной массы, да. Потом мы его кормим формулой 18-18-18 с микроэлементами. И только после того, как кустик у вас, вот, например, в таком состоянии, да, у него уже бутончики, вот тут много бутонов, мы начинаем подкармливать для поддержания силы формулой 12-12-30. Последнее число должно быть больше первых двух чисел, потому что именно калий отвечает за развитие цветков. Вот так, друзья. Итак, друзья, давайте подытожим. Я буду заглядывать в блокнотик, потому что сама запуталась в этих цифрах. Мы посадили черенок, он только показал свои первые корешки, и я делаю подкормку по листу формулой 15-30-15. 15-30 – это фосфор. Фосфор, он у нас отвечает за корневую систему, он развивает. Корневая система, когда развивается, она употребляет больше фосфора, поэтому мы и даем больше фосфора. После того, как он у нас оплел весь земляной ком в этом маленьком стаканчике 100-граммовом, мы его пересаживаем в 200-граммовый стакан и делаем такую же подкормку, это примерно через 3 недели. Такую же подкормку только проливаем под корень, разбавляем полнормы от дозы. По инструкции написано, например, 10 грамм, мы делаем 5. Дальше. Черенок растет, растет у нас в 200-граммовом стаканчике. Растет, растет и развивается. Мы его, после того, как оплел весь земляной ком, пересаживаем в объем горшок 0,5 литров. Так, после того, как мы его пересадили в 0,5 литров, проливаем его под корень теперь формулой 18-18-18. Все эти удобрения должны быть обязательно с микроэлементами, это обязательно. Так, дальше пролили под корень, тоже полдозы, немножечко пролили под корень и оставляем его развиваться до февраля больше, ничем его не кормим. Обязательно, обязательно не забываем про профилактические обработки от болезней и вредителей, это страшнее любой подкормки. Так, идем дальше. После того, в феврале месяце, как черенок уже развился, мы его обязаны формировать. Укорачиваем его там, как его формировать, у меня на канале есть видео, можете пройти посмотреть. Формируем черенок и то, что остается в горшочек, маточник, мы проливаем формулой 25-10. Через 2-3 недели мы проливаем подкормками с формулой 18-18-18 и микроэлементами. То есть мы даем развиться все и сразу. Естественно, в это же время смотрим корневую систему и по возможности и по требованию мы его пересаживаем в горшок побольше. Так, проливаем мы его такой формулой 18-18-18, пока мы не получим вот такой кустик. Видите, сколько у него уже бутонов? И он весь такой у нас хороший, сформированный, компактненький, как мы любим. После того, как мы получили такой кустик, мы меняем формулу удобрения на 12-12-30. Последнее число, это у нас калий, он употребляется растением, когда оно цветет. И поэтому мы даем больше калия. И вот будем поливать растения все лето, с мая где-то и все лето до августа месяца. В августе месяце, где-то после 15 августа поливы сокращаем. Я говорю за свой регион, вы смотрите на усмотрение. Тут очень много нюансов, нужно еще смотреть на растение, как оно выглядит. Нужно есть только азота, не нужно. Здесь тут очень много нюансов. Здесь уже все индивидуально, как говорится. Ну и так, потом осенью мы перестаем давать столько подкормки. Сокращаем подкормки, сокращаем полив. И в сентябре месяце опять формирую. Опять формирую все черенки, которые я говорила, они уже большие кусты. Их формируем, черенкуем. И опять начинается у нас второй цикл и все по-новому. Фух, вроде постаралась ответить на все вопросы и рассказать вам все в детали. Если у вас еще остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. А я вас сердечно благодарю за ваши добрые пожелания, за искренние, добрые, сердечные комментарии. За то, что вы подписываетесь на мой канал и смотрите. И даже за то, что вы мне звоните и просите совета. Я с вами прощаюсь. Пока-пока, до новых встреч. Так, друзья, один маленький нюанс. Когда мы разбавляем удобрение, даем по полдозы, разбавляем половиночку, по чуть-чуть. И подкормки чередуем. Корневые и листовые. Один раз под корень, другой раз по листу, под корень по листу. Опрыскали, полили, опрыскали, полили, опрыскали от вредителей, опрыскали от болезней, пролили. Опрыскали, пролили, пролили, порезали, опрыскали, порезали, пролили. И вот так всегда. А вот так размножается красота. А вы как это делаете? Только рассказывайте.